Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Создав имя Господи, помилуй меня Вячеславец и грешил Господи Прости меня грешного Достойно есть, ако воистину блажите тебе Богородицу, пресноблаженную, пренепороченную, Матерь Бога нашего, счастнейшую, херувимую и славнейшую, воистину Серафим, без истления Бога, Слово Рожише и Сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, воскрес и измертую, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей, Матери, Силы, Честного, Жертвовящего Христа, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых. Помилуй, спаси нас. Яхо благ, если и человека любит, аминь. Боже, милости будь негрешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславство грешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Сделаем вступление небольшое. У нас большие темы. Это я беру из книги своей, к истинному православию. Я около 40 лет собирал на нее материал. Вот мы разобрали непосредственно о молитве, пост, как в это входит, потому что в молитву все входит. Дальше разобрали тему о войне. Сейчас разбираем, называется, слово, чтобы оно было понятно. В молитве стоим, и молитва должна быть понятна. Молимся вслух. Апостол Павел говорит, если войдет кто незнакомый, и как он скажет аминь? Аминь. То есть истина так. Слово аминь после каждой молитвы, где произносится, надо повторять каждому. Если ты не говоришь, это или не согласен с этим, или не расслышал, ну, ты должен сказать. То есть согласен. Согласен, то соединиться, как будто ты это говорил. Такой закон. Истина так. И вот сейчас мы проходим, вначале проходить тему о слове. О том, чтобы было понятно говорить на русском языке. Мы православные, и у нас на церковно-славянском. На эту тему. Понемногу. Несколько минут. Дальше продолжаем молиться. Было время, когда епископы в Германии твердо соблюдали правило, что проповедовать и вести богослужение можно только на трех языках. И на тех трех языках, на которых была надпись на кресте Христа. На еврейском, на римском и на греческом. Вот надпись была сделана. И теперь немцы какое отношение имеют к этим языкам? Никакого русские, никакого. Киргизы, все остальные нации. А из остальных наций сколько? Если не знает кто, то у меня данные маленько устаревшие. Может быть, что-то еще новое есть. 2896. 2896 наций, не понимающих вот эти языки. А они должны молиться на этих языках. Почему? И какая связь с надписанием, которое сделал язычник? Никакого. Но вот это пришло им, не им, а кто-то им подсунул эту занозу. И они теперь, когда мозги гниют, они начинают это распространять на всех. По-другому я не могу выразиться никак. Нормальный человек никак не может придумать такое. Ну а почему не на этих языках разговаривать тогда дома? Со всеми. Писать книги, учить детей. Только три языка. Остальные не нужны. Можно поставить вопросы, как националисты делают. Хоть одно слово скажешь на своем родном языке, значит, то и то будет тебе. И далее. Но было время и такое, Когда перевод святого Иеронима Стридонского, святой Жером, как называют его, вульгата, на латинском языке, Теперь общепринятый у католиков, был встречен в штыки. Сорковники считали кощунцем святой Евангелия всесвятого Бога переводить на язык, Понятный тем людям, кому была эта весть. Даже вот не верится. Как-то пришлось мне немного сказать, а там мусульмане были, имам, Какой у них это, старше там, мула. И они это запомнили. Я выхожу, они стоят тут в полутьме, меня подзывают к себе пальчиком. Ну, подойди сюда, голубчик. Вот это да, думаю. Я подошел, они, а вы на каком языке? Карат считали? На русском. Не, нельзя, надо на арабском. Да у вас же никто арабский-то не знает, и вы его не знаете. А это арабист переводил, Кричковский. Сейчас я не знаю, где чуть ли не налоги от Сталинской и Ленинской премии. Но если я не имею перевода, но в мозгах-то я должен перевод этот делать, чтобы мне это было понятно. И стоящему рядом переводить я не могу на арабском, он все равно не знает-то. Так почему я должен доверять этот перевод каждому, а не тому, кто знает и специалист в этом? Вот Милар Стура был журналист такой, и он где-то там в Бразилии был, с одним близко, на охоте, и он говорит, а ты как считаешь? Я кто по националисту? Он как кто? Испанец. Ну, у них в Советском посольстве работает. Ну, он знает, что он такой уже. Да нет, говорит. Я работаю в Советском посольстве. Я русский, я коммунист. Коммунист? Он аж отшатнулся от него. Да как же так вы можете знать язык наш и прочее? Он засмеялся ему. Вот переводчики, которые лично были у Брежнева, у других представителей высокой власти, то у них переводчики были, которых никто не мог отличить, что он другой национальности. В этой области сделать Слово Божие доступным для масс народа. Язычники иногда были более разумными, чем священники. Вот для чего нужна была Пятидесятница. И вот скажут так, события, события всех как-то одно напротив другого стоит. Серахов говорит, напротив зла, добро. Некоторые ходили в какие-то занятия, кришнаитов, узнали, что есть сатанизм. И оттуда, раз сатана, значит, есть Бог, и пришли к Богу. Есть огонь, вода, благословение, проклятие, свет, тьма. Ну, все есть где-то напротив. Вот как-то. И вот здесь точно так же, в языках. Свет и истина и ложь. Так, когда главный библиотекар царя Птоломея Филадельфа II, египетского, Дмитрий Фаларей, на основе поста и молитвы всего Израиля, с участием 72 переводчиков, по 6 от каждого из 12 колен, сделал доступной Божию мудрость, Слово Господа для всей Вселенной. И для нас, переводя с еврейского, он общедоступный язык того времени, греческий. То, что он сделал для нас, православных, что перевод библийно-церковно-славянский был сделан именно с этого перевода семидесяти толковников, септуагинта называется, семидесяти, септуагинта. А кто это сделал-то? Ну, царствующий над Египтом, Птоломей Филадельф II. Его прозвище было Дмитрий Фаларей. Хотя то, что сегодня называют Кирилловым переводом, от оревнителей церковно-славянского языка, есть в действительности десятки раз правленный, русифицированный перевод с Кириллова. У меня Библия в Потеряевке есть. Она при дочери Петра I. Там, 1800, первые годы где-то, начало, вот, и написано русифицированный. То есть, еще некоторые слова, многое заменялось. Так что Кириллов, какой был, мы никто и не знаем. Видимо, не сохранилось и экземпляра ни одного. Приверженцы тайны языка о непонятности богослужения. Хотя и не могут перевести ни одной страницы из церковно-славянского. Даже много раз слышанное. Но привыкли слушать мелодичные, приятные псалтыри. Если Иван, то у нас Иоанн. Вот, трегласные. Вот мы знали, у меня брат всегда был Аким. Оказалось, вырос когда Аким, а документы дали в семинаре Иоаким. Он не сходится. Он много времени потратил, пока вывернул на Иоаким. Почему? Ну, правильно, потому что так. А понятное, готовый сжечь, люто презирает и ненавидит перевод на русском. И всегда ссылается на то, что Кирилл и Мефодий были святые. А перевод Библии на русский язык делали простые, грешные, неканонизированные люди. Если кто не знает, синодальный перевод переводило четыре духовных академии. Присутственных дней в священном синоде было три, и один из них посвящался проверке поступающих частей перевода. Кроме того, переводчики двое канонизированы, как Кирилл и Мефодий, так и здесь. Митрополит Филарет и архимандрит Макарий Глухарев, трудившийся на Алтае у нас. Они были святые, действительно так. Но любому, даже не специалисту ясно, что перевод на родной язык сделать легче, нежели на чужой язык. Кириллу и Мефодия славянский язык был неродной. На русский же язык перевод делали четыре духовные академии, русские, под строжайшим контролем синода правительствующего и митрополита Филарета. Святыми же признают и канонизируют люди. И только после смерти. Сколько было святых среди переводчиков на русский язык синодального перевода 1876 года? Легко запомнить. 1, 8, 7, 6 подряд уменьшаются цифры. Знает только Бог. Любая канонизация это обратная сторона заповеди. Не судите никак прежде времени в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Ибо иначе как Богу судить мир? Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Римлянам 2, 16, 3, 6, 1, Коринфянам 4, 5. Канонизация любая, кроме мучеников за Христа, есть претензия на восхищение суда Божия. Если на суде Христа Бога нашего будет две стороны, слева-справа, Матфея 25, то почему же стали только одну сторону прежде времени определять, кто будет справа? Католики канонизируют своих, старобрятся своих, и друг у друга их святых никто и не признает. Значит, в действительности никто и не видел этих святых на небе. Никому Бог прежде суда Своего и не открыл того, а остальное просто от тщеславия и предвосхищения суда Божия. Христос говорил с иудейским народом на их родном разговорном языке. У православных, старобрятся в храмах Слово Божие под четырьмя панцирями, под замками. Первое. Считают в самой отдаленной части храма, вдали от народа. Народу не выходят. Из алтаря не выходят, когда считаются. Второе. Речитативом нараспев пение же даже знакомого текста непонятно. Третье. На непонятном, мертвом, церковно-славянском языке. Четвертое. Спиной к народу. Все, что только можно было сделать, чтобы сделать пришедших неверующими, чтобы Слово Божие не проникло в сердца их, превратить хлеб в камень, непонятности. Сделали все. Так легко прийти к мысли, да сам ли смертный человек так все измыслил, чтобы самую радостную весть скрыть под такую броню от грешников, ради которых и пришел избавитель на землю современных, современные книжники, фарисеи и лицемеры, под страхом херема, то есть анапимы, церковного отлучения, блюдут тьму невежества. Им выгодно питаться грехами народа, чтобы никто не проник в их кастовую тайну, в учения, и тогда они легко выдают себя за охранителей и блестителей тайны спасения. И к ним и только к ним одним и будут всегда обращаться с вопросами в поисках пути спасения. Авторитет личности Оракула это и есть тот базис, на котором воссядет всемирный антихрист, авторитет самости. Считаем из жития Святого Кирилла и Мефодия это за 11 мая на каждый месяц одна книга Дмитрия Ростовского, 12 книг. Страница 362 за месяц 11 числа Кирилл Персидское имя это Кирилл и славянское Персидское переводится Солнце. Через них для нас воистину воссияло Солнце Правды, Солнце Любви Всесвятой Троицы. Кавычки открыты. Пойду к славянам, если только они имеют буквы на своем языке, а без азбуки, без запись это все равно, что записывать беседу на воде. Так ответил Константин Это Кирилл Философ Царю Михаилу 862 год. И вот как отреагировали на святую русскую пятидесятницу на перевод Кирилла для славянских народов епископа. Страница 366 первая строка сверху. Немецкие латинские священники и монахи накинулись на Константина как ворона на сокола сторонники трехязыковой ереси. Он же отвечал им Как же вы не стыдитесь думать, что кроме трех языков все остальные племена и языки должны быть слепыми и глухими. Я привожу места писания. Вернее, там приводится Восклицайте Господу вся земля торжествуйте веселитесь и пойте Псалом 97.4 Вся земля да поклонится тебе и поет тебе да поет имени твоему Вышней Псалом 65.4 116.1 156 стих А тем которые приняли его верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими Иоанн 1.12 Не о них же только молю но и о верующих в меня по слову их Иоанна 17.20.21 И приблизившись Иисус сказал им Дана мне всякая власть на небе и на земле Итак идите научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа уча их соблюдать все что я повелел вам и сея с вами во все дни до скончания века Аминь Матфеев 28.18.20 И как учить если люди не будут понимать и сказал им идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет уверовавшие будут сопровождать все знамения имени мои будут изгонять бесов будут говорить новыми языками горе вам книжники и фарисеи и лицемеры что затворяете царство небесное человеком ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете Матфея 23.13 Желаю чтобы вы все говорили языками но лучше чтобы вы пророчествовали ибо пророчествующий превосходнее того кто говорит языками разве он притом будет и изъяснять чтобы церковь получила назидание 1 Коринфян 14.5 И всякий язык исповедовал чтобы Господь Иисус Христос славу Бога Отца Филиппийцам 2.11 Эти места обычные места писания я везде делаю добавляю здесь это все взято прямо из книги это редкое житие где так много ну правда тут на церковно славянском у русских написано было взято из священного писания на этом все будем молиться я отодвину тут дальше сейчас я переведу чтобы она мне не улетела непонятная вечером если молиться будем я легко найду закладочку сделаю все вот господи владикожиотамы вот они считаются все до следующего года а земные поклоны можно делать до вечера сегодня вечерние земные поклоны когда все земные и на этом до после недели полет после троицы все что вот как смотрите это интересно перед великим постом 7 недель масленица сплошная среды пятницы не соблюдается только мяса нету и также 7 недель после пасхи 7 недель от пасха христова 7 недель пройдет и сплошная неделя и начинается петров пост легко высчитать 7 недель пасха ранее значит рано начнется петров пост она заканчивается всегда одинаково 12 июля если там столб закопаны 12 июля а этот рано или поздно поэтому пост петров это единственный пост который делает коротенький или длинный меньше восьми дней его не бывает и больше шести недель не бывает за молитвы святых отец наши господи иисусе христе сыне божий помилуй нас аминь слава тебе боже наш слава тебе всяческих ради слава тебе боже наш слава тебе всяческих ради слава тебе боже наш слава тебе всяческих ради боже очисти меня грешеве каникали же благое сотворив пред тобою но избавим от лукавой да будет мне воля твоя да не осужденно отверзу стама и недостойно воспалю имя твое святой отца и сына и святого духа ныне и присно и во веки веков аминь царю небесный утешителю души истинные и живи здесь и и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю приди и вселись овны и очистенные от всяких скверны и спаси блаже души нас неosi святые божестве это и крепки и статы и бессмертные помилуй нас святый божестве этой крепкой святой бессмертный помилуй нас стыли божество ты и Krapssi 1943 PS помилуй нас слава отцу и сын и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь пресвятая троица помилуй нас во Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и ссыли немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и вовеки веков. Аминь. Отче наш, иже истина небесе, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущен, и дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука ваго. Ибо Твое есть царство, силы и слава вовеки. Аминь. Оставши от сна, припаданьте блажь. Ангельскую песню пейте сильной. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодраясь на возлив меси Господи умы, просвети и сердце уснем, и отверзи. Воеже печете святая Троица. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне и присно, и вовеки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, и кое-гоже деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне и присно, и вовеки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, и кое-гоже деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна воска благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Кому гирает Твоя благость и долготерпение, не прогнился на меня лениво и грешно, не погубил меня со беззаконией моими, но человек полюбствовал, если я обычно, и в нечаянии лежащего воздвигил меня, если твое же утреннее словословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои още мысленное, отверзи мои уста, повышайте составе всем Твоим, и разумите заповедь Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и вовеки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, Христу, Цареве и Богу нашему, приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. 101 Псалом Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе, не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое, в день, когда вас зову к Тебе, скоро услышь меня, ибо исчезли, как дым дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои приткнули к плоти моей. Я упадал с апеликану в пустыне, я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносит меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. И дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господь, вовек пребываешь, и память о Тебе в рот и рот. Ты восстанешь, умилосердишься над Сеоном, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Ибо рабы Твои возлюбили камни его, и опрахи его жалеют. Ибо боятся народа имени Господни, и все цели земны славой Твоей. Ибо созиждет Господь Сион, и явится во славе Своей. Призведь на молитву беспомощных, и не призведь молений их. Напишется о семь для рода последующего, и поколение грядущего восхвалит Господа. Ибо он проникнул со святой высоты Своей. С небес призрел Господь на землю. Чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти. Дабы возвещали на сегодня имя Господне, и хвалу его в Иерусалиме. Когда соберутся народы вместе, и царство для служения Господу. Изнурил он на пути силы мои, сократил дни мои. И я сказал, Боже мой, не восхить меня в половине дней моих, Твои ли-то в роды родов. Вначале ты основал землю, и небеса – дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты прибудешь. И все не как лиза обвешают, и как одежду Ты переменишь их, и изменятся. Но Ты тот же, или та Твоя не кончится. Сыны рабов Твоих будут жить, и семьи их утвердятся перед лицом Твоим. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои. Избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью, щедротами. Насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Господь творит правду, и суд всем обиженным. Он показал пути Своему Моисею, сынам Израилю, дела Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца гневается, и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что Муперсть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так Он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет Его, и место Его уже не узнает Его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его. И правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол Свой, и Царство Его всем обладает. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуюсь глазу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие воли Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови душа моя, Господа. Слава отцу и сыну и святому духу, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Божия. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Божия. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, и пресно, и во веки веков, аминь Многомилостивый и с милостью Бог мой И Господь Иисус Христос По Своей много любви сошел на землю и воплочился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя Ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом Ей многие щедроток и неизвечены милости Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти в веки Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель Вера же вместо дел доменится мне, Боже мой Потому что совершенно не найти дело правдущих меня Но эта вера, да будет превыше всего Да ответит за меня Да оправдает меня Да я от причастника славы Твоей вечной И да не похитит меня сатана и не похвалится Слово Что торт меня от Твоих руки оградой Но или хочу спаси меня, или не хочу Христос мой Спаситель Поспеши скорее, скорее Погиб я, ибо Ты Бог мой, очрев Матери моей Сподоби меня, Господи Возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех И чтобы снова потрудиться для Тебя Без лени, усердно, как прежде потрудился сатане Пречающему Особенно же Потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Соса Христа Во все дни жизни, ныне, всегда, в веки веков Аминь Аминь Святой Ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое Не дай возможности злому демону починить меня себе и преобладанию этого смертного тела Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою И выведи меня на путь спасения О, Святой Ангел Божий Хранитель и покровитель бедного души и тела Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни Если я чем согрешил прошедшую ночь Зачти мне настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского Чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом И молись за меня Господу Чтобы Он утвердил мне страхи своем И сделал меня рабом Достойно своей милости Аминь Аминь Пресвятая Ладычица, моя Богородица Своими святыми всесильными молитвами Отгонять меня смиренно в несчастном раба твоего Уныние, забвение, неразумие, нерадение Удали со скверной, лукавой И хульной помыслы заканного сердца И помраченного ума моего И погаси по моему страстей Ибо я Бог несчастен Избавь меня от многих пагубных воспоминаний И помыслов И освободи меня от всяких злодеяний Ибо Тебя благословляет все роды И причистое имя Твое славится Во веки вечное Аминь Аминь Молите Бога о нас Святые водники Божии Игнатий Владимир, Никита, Надежда Ибо мы усердно к Вам прибегаем Скорым помощником Молитникам о душах наших Богородица, Дева, радуйся Обрадана Мария, Господь с Тобою Благословена Ты в женах И благословен плод чрева Твоего Яко родила Иси Христа Спаса Избавителя душам нашим Непобедимая и божественная Сила щаснага Животворящего Креста Господень Не остави нас грешных Уповающих на Тя Спаси, Господи, люди Твоя И благослови достояние Твое Победа на сопротивные дары И Твое сохраняя Крестом Твоим жительством Спаси, Господи, помилуй Отца моего духовного Родителей, сродников, благодетелей Петрополита Иллариона Епископа Евтихи, Вениамина Агафангела, Диамида, Тихона, Антония Священария, Акима, Павла, Геннадия Сергия, Сергия, Василия и Иоанна Михаила, Наума, Кирилла, Амроса Вадима Зосима, Алипия, Андрея Максима, Владимира Диаконов, Евгения, Александра Михаила, Андрея Епископа Максима, Сергия Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия Александра, Диадора И весь священнический Иношеский чин И нам давящим священника Если угодно тебе И высший истинный служитель миссионеров Христианам, язычникам, иудеям Мусульманам и буддистам И смири власти воинств твоих И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии Война идет И нас научит ценить это мирное время Всякий мятеж, смуту Уничтожь все Аллилуйя И сохрани нас здесь И селение наше От пожара, от воров От нечистой силы потопления Живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря Сиропимова Алексея, Иосифа, Романа Причи добрые жители здесь И сохрани школу Аллилуйя Слава тебе, Боже наш Слава тебе Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никитовичу Ана-Них, Викторе, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Мину, Алеккину И расширь пределы общих Найди новая душа Побуди всех на благовестие Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Ищадо, Игоря Алексея, Валентина, Надежда Дмитрий, 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 Олега, Алексея Обрати их всех, Господи Александра, Александра, Александра Избави от всякого заблуждения Сохрани в православной вере Михаила, Нину, Анну, Юрия Георгия Всех, с кем вы познакомились Кому возвестили слово истины твоей Аллилуйя Бозви, Господи, на врагов наших Укроти их ярость Закрой их лживые уста Дабы истина твоя не поносилась И в судный день Не вмини во грех это безумие Благослови Благодетели наших Воздаем добром Елену Евгения, Евгения, Наталья, Максима Владимир Аллилуйя Посети болящих Дай силу все перенести Пошли мы исцеление Господи Божий наш Слава Тебе Болящего Сергея Алексея Александра 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 Александру Анну Анну Фаину Игоря Василия Калерио Акелину Марию Валентиру Ты всех и знаешь Истинной вере Тимофея Тимофея Мартина Слава Тебе Боже наш Слава Тебе Путешествующих Раисов Отступников Николая Михаила И всех Ты не знаешь Не дай ему погибнуть В ожестощении сердца Да припомнится их Добрые дела Господи Боже наш И наде все Наша Раслое Дайте Валентину Ирину Татьяну Марку Нину Ольгу Елену Марию Татьяну Аллилуйя Слава Тебе Боже наш Слава Тебе Защити место сие Адабы чужие Не могли и приблизиться Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня Грешного Слава Тебе Наш Бог Иегова Абва Вочи Свят 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 Господь Саваоф Вся земля Полна славы Его Аллилуйя Слава Вышних Богу На земле Мир В человеках Благоволение Аллилуйя Благодарю Тебя Господи Боже мой За день Который дал мне Веру В Тебя Страх Пред Тобою И ожидание Суда Божия Благодарю Тебя Господи Боже мой За тот день В который дал мне Святую Библию На родном русском языке И указал на толкование Добрый мой ангел Благодарю Тебя Сколько лет Ты хранил Душу мою В этой ночи Спасая от опасностей Видимых и невидимых Угрожавших Жизни моей Не покинев Смертный час Когда душа Будет разлучаться От тела И проведи Душу мою Помытарством И введев Навеки В вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Иоанн Креститель Предтеча Христов Моли Бога О нас Научи нас Господи Жители Бедности Имея пропитание Одежду Быть благочестивым И довольным Никогда не роптать Никому не завидовать И каждому дару Жилье И Сергея Гавриил Святитель Христов Никола Мерликийский Щедотворец Моли Бога О нас Да умягчаться Сердца И противников Наш Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Пророки Божии Пророк Илья Елисей Инох Моисея Самуила Аарон Ио Авель Ной Иосиф Патриархи Ездрани Мямос Наум Исайя Иеремия Варух Изыки Иль Осия Иаиль Агей Сапония Захария Малахия Давид Напан Данил Отрак Пророк Михей Авраам Исаак Иаков Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Дабы День Прихода Того Нашего Отшествия Не заставл Неготовыми Но Чтобы Выше Навстречу Тебе С горящими Светильниками Истинной Веры И Сосудами Полными Илея Добрых Дел Соделанных Духи Святом С Любовью Аллилуйя Молите Бога О Нас Святые Мученики И Мученицы Игнатий Богоносец Поликарп Смирский Иустин Философ Космай Дамиан Андрей Стратилат Иерон Мученик Климент Ринский Климент Анкирский Анфим Медийский Георгий Победоносец Пантелеим 40 Святых Мучеников Царь Николай Святое Царское Семейство Владимир Вениамин Иосиф Борис Иглеб Молите Бога О Нас Дабы Никто Не принял Очертания Зверя Антихриста Анфиму Вениамину Дай Веру Истрашие Родители Заложное Воспитание Молите Бога О Нас Святые Отцы Василий Великий Григорий Богослов Иоанн Златоус Афанасий Великий Ефрем Сирин Антоний Макарий Антоний Феодосий Корниль Сергий Радонес Стефан Пермский Серафим Саровский Иоанн Тобольский Анкронштадт Аншанхайский Кирилл Мефодий Иннокентий Николай Макарий Алтайский Филарет И все Переводчики Священного Писания Молите Бога О Нас Да Сохранит Нас И спаси Многие души Улегшиеся Заблуждением Беззаконных Дафана Верона И Корея Молите Бога О Нас Святые Жены И Девы Фекла Первомученица Патина Самарнина Феврония Вера Надежда Любовь Матер София Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепетую Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Прискила Акила Андроника Юния Киприяна Устина Молите Бога О Нас Да дарует Господь Послушание И молчание Целомудрие И стыдливость Женам И Девам И сохрани Их От всяческого Поругания Исправь Непокорилась Галина Семейства Евгения Надежда 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 Светлана Мария Раиса Марина Юлия Людмила Галина И Анна Прими Нашу Молитву И воздеяние Рух Как жертву вечернее благоухание Приятное Перед престолом Благодати Твоей Господи И соедини Молитву Нашу С молитвами Всех святых Молящихся Тебе На небе И на земле Услыши Боже Всемогущий Молитву Всех Молящихся Нас Во благо Нам И исполни И прими Боже Нашу Молитву О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси И помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушает И дослышит Раб Твой Аллилуйя Доброе утро Всем Дальше Мы утром Составляем Видеоролик События дня Это у нас Часовой ролик Кроме того Каждый день Еще два Составляем По полчаса Пока Братья не уехали Я могу В понедельник Уже остаться Один Ну поэтому Помолиться Надо Чтобы у меня Все было хорошо Я не слышу Всем наказываю Чтоб звонили Вовремя Записи Молитвы Общей уже Не будет Тогда Потому что Я буду один И Просто Неудобно Вот Поэтому Сегодня у нас Вечером Земные поклоны Не делаются Я не знаю Вчера Почему Сергей Не было Вечерней молитвы Мы опять Собрались Никого Не было Что-то Или забыл Или Что-то Не состыковались Я же Перепоручил А он Не написал Что Не спевали А я Работаю Ну вот так Ну и Вечером Сегодня Молитва Завтра Вечерней Не будет Потому что Будем в церкви Будет считаться На русском языке На русском Деяния апостолов Мы постараемся записать Все что Как у нас идет Без батюшки Он приедет Только в понедельник Утром Он проводит Пасхальное богослужение Так принято В Потеряевке Там Там тоже постараются Записать Интересно На Пасху У нас находятся Все Фотокорреспонденты Очень известные И просят Ну проехать Никак нельзя Рео новости Знаете Российское информационное Агентство И вот Бог так делает Ну ничего Особенно у нас нет А снимки занимает Первое место Так это по России Обыкновенные снимки Кажется Почему На сердце людям Это ложится И вот Выпускает Какие-то там Брошюры Или что-то Бывает так На развороте Снаружи Корочки От окрещения Там Игнатия Душиинов Игумен выпустил По благословению Патриарха Брошюра А фотография Взято наша Как у нас Батюшка в воде Это Безруков Фотографию Сделал Там Сергей Пупков Как раз Который ведет Занятия Он стоит Выбирает Именно Наши фотографии Во-первых Очень хорошо Сделаны А во-вторых Они Наполнены Насыщены Буквально Смыслом И вот Какие-то Разные Там Темы Как будто Я просто Попутно Сказать Людям-то Это Открывается Не каждый Может Это Сказать Ну а Как это Это Искусственно Нельзя Сделать Я хочу Ну мало Что У нас Был губернатор Здесь Евдокимов Михаил Сергеевич И он В автокатастрофе Погиб Ну Мало Лиги погибают Кого-то Стреляют В аварии Ну что Президент Ко всем ездит А тут Президент Путин Владимир Владимирович Прилетел сюда Его хоронить Они близкие Были Это Известное лицо Сатирик Такой был Вот Я Начинаю Когда об одном Говорит То показываю И на другое Значимость И человека И события И вот Он умер Когда О нем Решили Составить Фильм Где он Был Там Берут Я не знаю Не смотрел Его этот фильм Ну Долго Они его Составляли Притом Очень известны Режиссеры А режиссеры Тоже много Значит Как Они фильм Поставили Ни один человек Не знает Кого не спрошу Никто не знает А какое место Занял Да никакое Его даже Не взяли на рассмотрение А почему Губернатор Сатирик Друг президента Ничего нету Вот Понимаете Как Есть такое выражение У Иоанна Златоуста Слава Слава Человеческая Имеет Интересное Свойство Кто гонится За ней Обо мне Обо мне Скажите Слава Убегает И ничего Не будет Это такая Капризная Девица А вот Если ты От нее Убегаешь Она за тобой Гонится Она тебя Догонит Мне сейчас Скажут О хвалитесь Так ведь Есть чем Хвалиться Благодатью Божией Мне пришлось Участвовать В документальных Фильмах Четырех Фильмах И один фильм Вот На нашем сайте Кто посмотрите Называется Предчувствие Режиссер Кузнецов Владимир Вот Они этот фильм Документальный Они должны быть Не больше 45 минут Ну и там Достаточное место Пришлось Занять Мне Так он Просился Долго Там я не принимал И потом Батюшка Звонил Я не знал Даже что такое Я разве Артист какой-то И когда А там Международный Киноконкурс Был Документальных Фильмов О православии Видите Это Такая Просто Ступень Графа Куда чужих Не пускали Золотой Витязь Награда Была Он когда Прилетел Туда Уже Конкурс Кончился Уже Награды Распределили Первое Второе Третье Место Ну он Говорит Я такую Дальнее тело Там начало Говорит Ну хотя Посмотрите Мы же Старались Сделали Ну Смотри Не смотри Но места Уже нету Ни первого Ни второго Третьего А ценится Три Когда они Посмотрели То все Единодушно Отдали этому Фильму Первое место А который Первое На второе Которое На втором На третье А на третьем Вообще Ничего Не дали Почему А ведь Там были Профессора ВГИКа Три Епископа Православных Вот я Это говорю И для тех Которые К нам Не расположены Люди Ну почему Мы знать Еще не знаем И фильм этот Раскатился По всем Пяти континентам Ну первое место Это Что-то говорит И этот режиссер Вдруг прилетает Опять Потеряевку Я говорю А вы зачем А фильм снимать Так вы уже снимали Ну мы не все Сняли Там много Осталось за кадром А 45 минут Теперь они Лично Весь фильм Посвятили мне Называется Златоусы С Потеряевки Ну что вы возьмете Это ничего нет Я Ну Работаю И все Они за мной Аппаратура Тогда огромная Такие были Бобины Это не на видео Снимать И целый коллектив Снимают И фильм этот Занимает Он для своей Страны был Первое место В РСФСР Это еще при советской Власти При советской Власти И когда Первый фильм Здесь была Презентация Называют Главный кинотеатр Мир Большой И там была Юдина Зоя Павловна Директор И она рассказывала Говорит Ну тут Режиссера вызвали На сцену Я вышел Меня вытащили туда Говорится Эту немощь И Кто там Хотел сказать Такие известные люди Они выступали Нам вопросы задавали Она говорит Я в зале сидела Говорит с мужем У меня зубы Щакали От страха Что там говорили О советской власти О Ленине У директора Зубы Щакали Это сегодня Нормально 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 Это не то Я недавно Только тогда Освободился Все было рядом Я в 87 Только освободился Как диссидент Узник совести Вот видите Как Бог делает В какой-то В Москве Конкурс Объявили Писать Там О знаменитых людях И один берется Писать Обо мне А что писать Ну я ему сказал Попов Ваня Ну ему отец Помогал Он И сам Составляет Там много И поет И все И снова В Москве Там 300 с лишним Было претендентов Фильм занимает Первое место Вот даже Интересно Вот все это Кто-то Старается А мне разницы нет Первое Второе Я ни копейки Нигде не получал Мне некогда Об этом думать Но первое Это место Ну это Что-то говорит Это от Бога Потому что От Бога И вот Приезжает корреспондент Пишет о Потеряевке И кто? Галенко Влад Он много раз У нас бывал И пишет И помещает Буквально В их центральный орган От милиции Это милиция Охрана Журнал называется Первый номер Какой Я не знаю Год там Вот И опять Первое место Занимает Останкинская Там Компания Присваила Первое место И поэтому Мы о чем говорим Вот это вот Этого нигде нету Если вот Вы пришли А всего сегодня Кроме меня И Сергея Трое Три человека Всего три Вот молитва Это Не просто молитва Моя мама Имела 12 детей Нас было Ну 10 живых Яра Говорила Нам Говорит Трудное дело Молиться Да с детьми Водиться Она говорила Не с детьми А с детьми Трудное дело И вот сколько У нас 40 раз Мы собирались Молиться Вот так открыто Мы сделали Стены Раздвинули Нас теперь В интернете Видно И не могли Собрать Я ставил условия Следующее Чтоб человека По четыре Привели Ничего не получилось Или Порма Пояс не тот Там Временной То еще что-то Но нету Нету Больше семи Не набирали Значит действительно Трудно Вечернее занятие Утреннее Тут побольше Побольше Вот возьмите Популярность Какая Молитвы ставим Где-то Сто человек Двести Никиту Вчера О Никите Тут сняли Немножко ролик Он С Володей Печь чистили Он на крыше Я даже не знаю Вот сейчас Попутно гляну Чтобы не ошибиться Это Еще нету Суток Нету Суток Так вот Посмотри Сколько Никиту Посетили Сейчас Подожди Сколько 748 748 А утренняя молитва 25 человек Это вчерашняя 25 Понятно Занятия в Потеряевке Интересные такие занятия 29 И вдруг Никита 748 Тут интересно Второй Лидия канал Я не смотрю А Малахов Там Выступает И говорит Что Изнасиловал Девчонку Учитель Ну Да тема-то такая Говорит Девчонки Учитель Девчонки Девчонки